Итак, всем привет, с вами Доплен. Продолжаем играть в Дербродер Криндж за Германию. Если вы будете впервые, обязательно подписывайтесь. Мы же продолжаем воевать во Средиземном море и, скорее всего, сможем получить контроль над большим его частью. Мы хватим сейчас Испанию, с ней попадет весь вот этот вот союз. Дальше в Японии мы, наверное, попробовать ее не будем. Я не уверен, как у нас с Италией взаимодействия будут, но посмотрим. В любом случае, между сериями я поделал некоторые вещи. Тут механизированная дивизия я создал, еще туда-сюда, в общем, мелочи. И я еще, кстати говоря, поставил себе военную экономику, потому что мэнпавера у меня начинает не хватать. Но у нас 3% вот здесь вот было спрятано. Так сказать, достаем их из запаса. Поехали. Ну и наши танки, конечно, просто шикарным образом продвигаются здесь. Все еще у них стоит третья агрессивность, и они просто, по ощущениям, переезжают в дивизии Испании. Как будто да. Там Мадрид упал, в принципе, все логично. Савянский вопрос мы начинаем также решать и готовимся к борьбе. Нам, кстати говоря, нужно сейчас за несколько месяцев в идеале бы успеть подготовить себе механизированную армию, заделать одну пехотную и переделать немножко свои танки, потому что им, ну, объективно говоря, не хватает атаки. Я смотрю на это и понимаю, господи, отвратительно. Прорыва слишком много, этой атаки слишком мало. Вторая доктрина у нас отсутствует, вот вам и проблема. Но мы будем как это решать, можно сэкономить будет на прорыве, еще больше поставить атаки. Или, допустим, у нас есть новая артиллерия, так что, в общем-то, да. И я думаю, есть смысл переделать, в принципе, все танки под какую-то новую скорость, я бы сказал, в 10 км в час. Хотя, если можно поставить 11.2, давайте так и делаем. Потом посмотрим, можем мы такое себе прям позволить или нет. Ну и да, переделываем мы все как-то вот таким вот образом. Здесь тоже делаем 11.2, немножко надежность падает. Но все еще около 80, то есть нас это устраивает. И да, я торгую броней, чтобы получить себе по большей скорости и, ну, атаки одновременно. В теории я, конечно, могу поставить литую, но, господи, это слишком дорого. Это еще плюс 4 стоимости, да не такой большой баф. Так что да, вот такое чудо, как у нас появится опыт, мы будем производить. Вот и Испания капнула криптованным миром, отлично. И, кстати говоря, тут есть возможность обеспечить запасность Балтийского моря. Давайте так и сделаем, отправим мы сюда танк. Для этого, кстати говоря, танкам не очень хватает снабжения. И я бы, наверное, подушал здесь всю инфраструктуру. А именно, конечно, на железной дороге. Просто все это идет на самый верх. Вот таким вот образом. И мы скоро получим тут еще уменьшение припасов. Ну-ка, ну-ка. Перед войну. Вот оно, да, расход припасов минус 10. Вот это нам еще тоже очень поможет. Вместе с пафом вот отсюда у нас уже будет минус 15. Плюс еще вот отсюда. Еще минус 15 в целом. Происка начинают расходовать достаточно мало. И параллельно тут давим французское сопротивление, конечно же. Думаю, можно... Хотя нет, можно не прекращать здесь обучение, но вот... Нападать уже точно можно. И давайте тогда перебросим сюда всю авиацию. Как бы поможем ребятам. Авиации начнем атаковать. Зачан, конечно, мы... Вот, слушайте, вот эти штаты, так сказать, поинтереснее выглядят. Но здесь еще есть справедливость ради множителей за опыт уже. Множителям за опыт уже, да. 216% днем с поддержкой с воздуха. Веселее, веселее. Но база все еще маловато, на мой вкус. Можем пройти еще, наверное, под этим фокусом. Потому что у нас других полезных фокусов-то и не осталось. Да, и вот у нас здание тоже капнуло. И скрафтовый мир произошел. Отлично. Хотелось бы мне дообучить побольше войск. Я не уверен, насколько мы много успеем. Но войну бить я бы хотел примерно в июне. Так что начинаем войну. Подготовка и операции Слава. Сразу же, как только мы это сделаем, у нас объявится война. Так что у нас нету, как бы, варианта делать фокус и подождать. Нет. Сразу же, как только будет готов фокус. О, Виталий хочет обратно вступить. Ну ладно. Нет, нет, это вообще была ошибка. Мне придется итальянский фронт тоже прикрывать. Нет, я попался в... Ладно. Попался в итальянскую ловушку, конечно же. Но я просто не буду войну ее призвать. Это просто, чтобы она против меня не вступила. Ладно. И немножко распределили мы авиацию по генералам, чтобы самому... ...сем не заниматься. Потому что самому, конечно же, ультра впадло. И немножко недообучили мы нашу механизированную армию. Но я думаю, и так сойдет, верно? Защита механизированной этой. Понятно, что нам Россия предлагает встать сразу в ее территорию, но... ...он... ...он... ...не... 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 ...хотя я думаю, мы успеем обучиться хотя бы до регулярных. Надеюсь. Да, большая часть армии реально успевает. И... ...нативизия каким-то образом нах... Господи, итальянцы. Ладно, они оттуда атаковать не смогут, так что... ...ладно. И... ...я здесь все убедилась военность сразу. Мы... Да, со всем воем. Отлично. Слон нападения на восток. И самое интересное, это, конечно же, наши танки. У них стоит третья скорость, третья агрессивность. Я ожидаю, что они... Давайте сделаем им прорыв, кстати говоря. Приказ вот такой вот. Я считаю, что они достаточно быстро здесь могут пройти. Мы их отправили в болото. Да, давайте поэтому, наверное, вот... ...стало еще хуже, но допустим. АМХ, кстати говоря... Да, впитыв с ней вступили по морю. Вроде как, все отлично. Да, мы его сейчас догоним в этом море. Если так вот, видите, патруль стоит на два региона, то они потом догоняют. О, неплохо, кстати говоря. Наш механ пока что челит, потому что... ...я не хочу спешить их отправлять в бой. У них все еще очень много не хватает всего. И да, наши танки просто... ...грызлись в... ...россию и... ...собираются выпускать ее. А, я думаю, почему? Почему красная, да? Там одна дивизия решила только атаковать. Все остальные просто сфоткают. Так, и здесь у нас все тоже вроде как отлично по разменам. И авиация тоже неплохо работает. Давайте, наверное, здесь немножко поменяем что-то. Мне не очень нравится. Давайте вот это окружение сначала ликвидируем. А потом, наверное... ...наши танки поведем вот этот. Вот здесь вот добить территории. Здесь они все еще смогут здесь пройти. Но все равно мы их очень неплохо так отрежем. И, кстати, подготовим сразу... ...зиму. И мы можем использовать сепаратит. Но давайте так и сделаем. Потом у нас будет последняя война. Плюс куча бафов тоже полезна. Но в целом, я думаю, Россия особо сопротивляться не сможет. Мы уже неплохо... ...возь нее проходим. Единственное, мне очень не нравится, как моя пехота атакует. Ну, в принципе, наверное, это связано с тем, что номер фронт вот так вот растянулся. А бот не умеет атаковать вместе с дивизиями. То есть он такой... А, ну, две дивизии. Этого хватит, чтобы победить 20 фаражских входной провинции. И атакует. Ну, типа, ну а что? Ну, вот наш танковый даже автоматически вроде как... Ну, да, только если болот атаковать не будут. Посправляются. Я бы все-таки хотел, наверное, разобраться с Балканами сначала. Поэтому наши танки едут на Балканы. И здесь сейчас будут это все окружать и добивать. Там, кстати говоря, хотят вступить, смотрите-ка, в новые страны. Возьмем их, почему нет. Единственное, я думаю, вообще... Вообще, я мог бы дойти до Москвы просто, ну, тут за несколько недель. Другой вопрос... Насколько мне это нужно? Потому что Россия, вряд ли, сразу капнет. Так что хз. Тут, кстати говоря, британские санкции имеются. Какие-то, которые дают минус... Да, вот, смотрите-ка. Возможно, им забыли сказать, что Британию уже нету. Но мы им не будем рассказывать, потому что эти дебафы нам на руку. И я даже поставил третьего агрессивного станка, потому что они просто должны все побеждать. И, ну, они так и делают, как бы. И мы переходим в величайшую войну. Получаем сюда жесткие бафы. Танки только в гору. Да, конечно, атакуют так себе. Поэтому нам бы горы обходить танками, а не в ней полбиться. В падении Бухареста, я думаю, мы сможем в кратчайшие сроки заставить капитулировать Венгрию, за ней Болгарию. И тут уже останется немного. Кстати говоря, из этого пакета Россия пытается атаковать. Но это уже идея плохая. Если говоря, что нам дали, шаплон вообще не самый плохой. Конечно, такое себе, но 20 ширины фронта у него есть, и у него есть ветеранство. Хотел бы я, наверное, ими повоевать. В принципе, можем их отправить куда-то. А еще мы можем делать резко-комиссариаты. Это тоже интересно. Но давайте, когда мы будем чуть побольше контролировать территорию, чтобы не ломались слишком фронты. Мы и так ломаем их нашими танками. Посмотрите, вот на это они просто идут вперед. Просто идут вперед. Им не важно, что там. Им важно лишь направление. Вместо этого я заметил, что у моих механизированных дивизий чаточки много где имеются. Но бывать ими я бы, наверное, не очень хотел. С одной стороны, с другой стороны... А вроде работает, так что почему нет? И мои танки все ушли на Западную Украину. Но я бы хотел все-таки, как я и говорил, добить Балкан, насколько это возможно. Чтобы все мои войска вот эти вот могли пойти сюда, как нормальные люди. И вот и София пала. Это Болгария. Потихонечку-потихонечку сейчас добьем и Западные Балканы. Можем писаровать, писарить, почему бы и нет. Ну, религиозный раскол уменьшается. Это приятно. У нас освобождаются фабрики дополнительные. А, еще забавный факт. У нас Грецит они воюют. И даже не собираются, да? Так как бы, типа, лол, да? Нет, не буду. Из-за этого у нас здесь немножко с фронтом приколы. Если это можно вообще так назвать. Когда вот это происходит. С другой стороны, именно благодаря этому приколу, у нас сейчас, возможно, да, не будет границы вот здесь вот, и они... Нет, все-таки передалось оккупаться. Окей. Ну, вообще, если мы сейчас возьмем... Блин, ну, очень близки мы к этому. К тому, чтобы не иметь здесь фронт, да, из-за Греции так и есть. Сейчас именно это и произошло. Мы так и оставим ситуацию эту. Меня эта ситуация идеально устраивает. Здесь мы сейчас подобиваем этих ребят. Господи, смотрите, насколько танки беспомощны против гор. Так что, значит, мы их туда отправлять не будем. Это было бы расточительством с нашей стороны. А вот куда-то даже, не знаю, сюда, наверное, было бы их в идеале отправить. Наверное, мы так и сделаем. То есть, все говоря, механ, смотрите-ка, смог немного так подкачаться. Мы, конечно, еще под головку армии поставили, чтобы ребята побольше опыта получали. Но, тем не менее, мы тоже апнем вот так, наверное. И без топлива, конечно, наши танки. Уф, грустные. Топливо, припасы. Это отдельная, конечно, шея. Еще и... Река и город. Да. Кудапешта, в связи, будет не так просто. На самом деле, идти вот из-за снабжения... Здесь, хотя подождите. Почему? Ладно, это, наверное, не достанет, да? Хотя чуть-чуть достанет. Типа, да, вот так вот мы, я думаю, сможем пробиться. Кое-как. У нас вот получилась смешная ситуация. Не знаю, потому что я, конечно, уже этого ничего не заметил. А фронт просто взял и посыпался. Ну, будем инкулировать отсюда людей, что я могу сказать. И готовить... Какие-то... Замены им. У нас еще и огромные минусы, я так понимаю, из-за гарнизонов. Да, гарнизоны не маленькие. Что ж, надо... Все позаниматься, потому что, очевидно, у меня лонна вот здесь вот стояла. Стоит ее просто на другие расходы перекинуть. Ну, сейчас мы здесь переделаем фронт, и, в принципе, я думаю, все будет отлично. Может, просто взять, на самом деле, танки вот эти вот сюда отправить. Такие танки все-таки дойдут до Москвы. Будет быстрее, чем мы возьмем эти вот все горы. Так, как танки наводят нам порядок, мы разбираемся с этим вот котлом, чтобы отсюда войска освободить. И, господи, как же из-за... Вот-вот... Как же из-за всех этих гор ломаются все фронты, и... Да. Нужно как-то нормально перегруппироваться. Я просто нажал галочку здесь вот атаковать, потому что я устал. Ну, и, конечно же, наши танки тут не устают, а просто пушат все, что только хотят пушить. То есть, все. Ну, и мои танки случайно догнали миллион дивизий. Ну, ладно, всего лишь 20. В пробке. Прекрасно. И тут один танк чуть не был окружен, но... Как бы справляемся. Блядь, был окружен, потому что... Мне похуй на игру. Ну, ладно. Опять чуть-чуть правлю фронт, и... Просто идем вот сюда, потому что, в принципе, мы капнем Россию, мы капнем, я думаю, все здесь. Ну, и можем насыдавать все резко-комиссариат, и давайте я так и сделаю. Это еще им немножко расширить Беларусь. Немножко снабжения... Да, вот так вот территорию заберет, и... Будут некоторые приколы у наших противников. Ну, это проблема наших противников. А вот этот фронт, это, конечно, наша проблема. У нас есть где-то кнопка «Летнее наступление». О! Я комментирую. Э? Меня это устроит. И, блин, мне так впадло, будем заниматься. Но, походу, мне надо взять и перерогнизовать это. Потому что это такой кал. Просто вот эти вот фронты, которые... Вначале нельзя было делать нормально, потому что здесь куча марионеток. А что-то не марионетки, а что-то просто в Альянсе, что-то туда-сюда. Да, и вот эта вот классная система фронтов в этой игре. Что в одном Альянсе ты не можешь делать фронт против Альянса. Надо против каждого чертить. В любом случае, делаем один вот такой фронт, я думаю. У нас здесь есть еще целая армия механа. Надо понимать, что... Не все здесь... Сказать, не все, что красные воюют. Какие здесь вот такое вот говно здесь имеются. Позвать Италию в войну? Ну, как будто хотелось бы, но у нее просто ничего нету. Почти что как и у Греции. Чего я делаю вывод, что... Делать это в принципе не стоит. Наш механ давайте отправим... Вот сюда, наверное, куда-нибудь... Укрывать вот это чудо. Занимается, и потом вот так. Отсюда, пожалуй, одну армию отправим просто что-то сделать здесь. Хотя бы подержать. И единственное, нам нужно не все это держать, а как-то вот так, наверное. Но это выглядит хотя бы как что-то... Что мы потом сможем как-то редактировать. И здесь что? Правильно, сломался опять в фронт. Потому что что? Конечно, тут же озеро. Господи. Вы когда-нибудь воевали против озера? Мы нет. Вот и парадоксия решили, что... Ну, это невозможно. Механа мы здесь ставим третью скорость. Сейчас я вижу здесь несколько дивизий. Давайте попробуем их подобивать. И да, вот здесь вот еще все, что у меня остается дивизий. Ну, вот это выглядит уже чуть-чуть более, так сказать, адекватным. И здесь мы тоже начинаем выступление. Окей, сейчас, я думаю, мы сможем достаточно оперативно поразбираться с этими фронтами. Как говорится, главное начать. И главное не умереть с кринжа того, как эти фронты ломаются и появляются, и снова ломаются. Но вроде, я думаю, сейчас у нас все плюс-минус стабильно. Конечно, здесь не перекрыто, но плевать, потому что мы с этой стороны сейчас достаточно запушим. И на третьей скорости они будут запушить и не по приказу. А, ну, мы, кстати говоря, берем Москву. Слушайте, может, после Москвы будет скриптовый мир? Давайте это... Немножко поможем. Падение Москвы, видите, мы здесь рухнули. И, может, после трех городов будет падение? Пожалуйста, скажите, что да. Здесь также ставим третью агрессивность. Падение Волгограда. А, на карте называется Сталинградом все-таки. И Ленинград там остается. И я надеюсь, что все. Но, конечно, по очкам вряд ли. Да, по очкам не сильно это близко к капу. Но вдруг... Падение Санкт-Петербурга. Тоже не очень локализовано, но, допустим. Там подпал Дунай в скупочках Румыния. А, ну, мы, кстати говоря, что у нас с флотом-то случилось? У нас флот тоже умер от каренжа, я так предлагаю. Но ничего. Ладно, да, вот здесь у нас все еще окей. Каренжа чуть не умер я. В итоге потери вот так выглядят. 4-5 миллиона. Да, тут дорога была жесткая. А, ну и реально мэн-павер кончается, если что. Как и снаряжение, скорее всего. Хотя я этого не вижу. В общем-то, да. В общем-то, мы побеждаем. О! Вечная война, может быть. Но нет, мы готовы к миру. И вот так теперь это все выглядит. Остается у нас еще... Окей. Вроде не остается, надеюсь. Ну-ка. Давайте-ка сделаем здесь странно себе. И почему-то нам не передали горки. Или горкий. О, это... Да, из-за этого... А, не передали скобчик, тут еще остается... Китайские войска, господи. Шутите? Окей, вот эта провинция нам еще нужна. И мы сможем, так сказать, закончить наш план России. Ну-ка. Вот оно. Вадька, Новый Восток создаем. И оно примерно готово. Только остаются вот эти вот китайские какие-то страны, с которыми я никогда в жизни не виделся. Но они почему-то все еще с нами продолжают воевать, как говорится. Я думаю, мы уже не будем идти всю эту дорогу на Восток. Нам, в принципе, такая ситуация подойдет. План только, что мир вот такой. Остались тут какие-то порты, хотя обычно во всех нормальных, так сказать, мирах скриптовых до Уральских гор, как это обычно и было. Но здесь такое видение было у разработчика. Пускай. На этом, я думаю, мы можем и подзавершить наше прохождение. Так что, ребята, с вами был Дабе. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твискорд не забывайте. И до скорых встреч. Всем пока.